Итак, ребят, всем привет, с вами Дабгей, и мы начинаем играть за Канаду? Нет, за США? Нет. Будем играть нечто между ними, а что вы увидите? Скоро, в принципе, вы уже видели название, так что никакой загадки здесь нету. А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно рекомендую вам подписаться. Поехали! И, честно говоря, сама Канада нам мало интересна, поэтому мы сделаем просто вот так. И вот так вот. Далее, по постройкам тоже, опять-таки, не сильно что-то интересное, но пускай они строят в фабрике, нам на будущее пригодятся. Дальше там посмотрим. На этом, наверное, все, что нам надо делать в Канаде, плюс-минус. Нам теперь остается только ждать Крестанской войны. Вот наш лорный ивентик, тоже блокирует нам в Теории Фокусы. Нет, раз блокирует, надо Тортеса, пока король сменится, окей. Так, у нас тут говорят, да, что у нас в Канаде все такое тяжкое, потому что британцы сюда сбежали. Но все это, я думаю, вы примерно так знаете, я не думаю, что это сильно интересно. Вот и смерть короля прошла, теперь пошли в речь короля. Дерегация из Трансамбурга к нам пришла. Дать им 100 винтовок? Господи, держите. Итак, Черный Понедельник по нам ударил. Ничего такого, мы бы не ожидали. Так, обращение короля к канадской правительству, не знаю, привязать особо. Нам что надо? Нам здесь ничего не интересно, что это все что-то делает. Нам просто можно построить промышленность, потому что, опять-таки, фабрики мы потом эти, я думаю, скорее всего будем использовать. Кресты, где хочет оружие? Да, дадим. Так вот оно, королевские корпорации. Если я дебафнули Великую Депрессию, построить теперь можем некоторые промышленные заводы. Но что нам на самом деле интересно, я думаю, это вот эти все фокусы. Давайте вот сюда пойдем. Там скоро строительство и будут лагеря помощи. Звучит абсолютно надежно и безопасно. Там точно не будет никакого абьюза рабочих, верно? Так вот, а мы давайте мобилизацию делаем в дальнейшей экономике и строим побольше промышленности. Итак, вот и координация произошла. Это официально. Поехали. Также у нас тут эти кнопочки есть, мы их обязательно нажимаем, как появляется. За 25 политки за 90 дней построить, за 3 фабрики, 1 фабрику, это в принципе выгодно. Еще и ССР дает нам минус 5 ТНП. Отлично. Так что скоро мы тут вот такую промышленность развернем. Америка хочет выплаты военных долгов. Здесь даже нет опции согласиться. И правильно, начало дебатов о воинской повинности. Это тоже одна из проблем этой Канады. То, что французы не хотят, ну как французы, канадцы местные. Франко-канадцы, по-моему. Если быть точным. Не хотят служить нашей армии. Да, но им надо служить. Они просто еще не понимают, что это их же интерес. Давайте, наверное, пойдем вот сюда. Мы вряд ли успеем как-то от еще одной ячейки получить импакт. Хотя, в целом, наоборот. Наверное, давайте пойдем сюда. Еще что-то поисследуем. Как у нас тут королевский скандал. Просто фирка в том, что исследования в теории, именно исследованные, должны перенестись на новую Англию эту. Так что посмотрим. Так, демонстрации. Квацировали. Там, не знаю. Все нам не сильно интересно. Происходит марш против мобилизации у нас. Таки нам все еще примерно плевать. Наверное, надо билет сделать, чтобы что-то там еще произошло. Ну, опять-таки, без разницы. Можно бы приглашать страны. Я бы так и сделал, наверное, кстати. В принципе. Вот тогда люди заходят и инвестируют в политку, и потом мы можем куда-то что-то нажать. Это вроде, опять-таки, полезно для нас тоже. То есть вот, мы можем все просветить и добавить еще одну фабрику. Чтобы еще больше построить, чем бы и нет. И продолжаем приглашать всех. Следование я иду достаточно уверенно. Промышленность тоже, на самом деле, неплохими тэпами строится. Очень резвыми, я бы сказал, потихонечку. Единственной политики у нас нету, и она идет, наоборот, в минус. Из-за вот этих франко-канадских проблем. И, наверное, я с этим и не смогу ничего сделать. Так, у нас кто побеждает? Ну, давайте какие-нибудь, кто сейчас справит. Вот рыночные либералы и побеждают. Так, вот там, плюс стабильность, вот это все. Да, наверное, мне тут надо сделать, чтобы у меня политика вернулась. Но, честно говоря, мне это не сильно интересно. Пускай это уже новая Канада делает. И самое главное, чтобы старая Канада начала себе промку строить жестко. Кстати, смотрите, какой тут портрет. И здесь есть анимации курения сигары. Я так понимаю, там, типа, несколько, скорее всего, картинок. Типа, они меняются. Но это сделано, честно говоря, забавно. Хотя, может быть, это кивка. Но, вообще, наверное, вряд ли. Я не знаю, насколько, что разрешает игра. Поставлять в портреты. Но выглядит забавно. Катастрофа в Британии. Союз мертвый, Шотландия навсегда. Что? В Британии гражданка началась. Забавно. Я, наверное, первый раз такое вижу. И я даже не знал, что там такое возможно. Я где-то, наверное, читал что-то такое. Видел, что есть такой путь. Но... Да, я даже чисто прям не особо помню о нем. Ну да, внутренний класс произошел. Боже, храни Америку. Нет, не храни. У нас высшие полномочия. Мы запрещаем Америке сохраниться. Мне интересно, как это сломает вот эту страну. Потому что здесь-то все еще парень, который сохранил. Но это по классике. Я не выставил то, что Америка должна сломаться. И она внезапно, когда я хочу поиграть за Новую Англию, не ломается. Да? А я не могу за Канаду обязательно сломать, как бы, Америку. В общем, получилось забавно. Но мы сейчас, я думаю, все поправим. Во Франции тут национальное рабочее французское государство. Цари-лианцы. У меня тоже, кстати говоря, какие-то пути такие шизовые подобрались. Здесь у нас справят национальный популизм под Дмитрием Одинцевым. Тоже никогда такого не видел. Здесь просто голчат. Такое я видел. В общем, как эта шиза прогрессирует. В принципе, ничего нового, я бы так сказал. А, надо еще нажать вот эту кнопку, да? Начать вторую. Я сказал начать вторую американскую гражданскую войну. Что я могу сказать? Нам придется вторгнуться в другую реальность. И мы тут потихоньку-потихоньку переходим в этой реальности к той же гражданской войне, которая в прошлый раз затроллила нас. Вот она и начинается. Я, кстати говоря, пошел в исследование пораньше, чтобы доисследовать побольше всего. Не знаю, успею или нет, но постараюсь успеть. А вот и пошла между ними гражданка очень оперативно вмешаться в Новую Англию. Захватить Новую Англию. Отлично. Теперь устраиваем здесь одну фабрику и потом, я думаю, тусируемся. Но здесь мы вряд ли успеем, да, построить. Даже вот так вот. Посмотрим, да, 129 дней. Давайте попробую инфраструктуру построить. Какая-то... Вот так. Там посмотрим. Как что успеем, то успеем. Вот на гиганты снула всегда. Война в Америке пропущена. Да, беженцы там пошли. Пробует ивентик на Новую Англию. Но мы пробуем успеть исследовать то, что я хотел. Но, походу, мы не успеем. Самое главное, вот это вот. В 1938 года машинку исследовать бы. Но, наверное, нереально. А вот и Аляску мы контролируем. Красивая, приятная канада. Жаль только, что мы не за канаду будем играть. Куэрториканская. Это жесть. Оставим в оккупацию, наверное. Как станет из-за работы фабрику? Фабрики идут. Вопрос о Новой Англии. Вот оно. Оно впечатляет лояльность или временное правительство? Я думаю, просто временное правительство сделать. Играть за Новую Англию. И да, мы не успели доисследовать то, что я хотел. Ладно, такое бывает. Сильно расстраиваться не стоит. И у нас почти нету промышленности. Это не сильно приятно. Но, опять-таки, что поделать? Пользуемся тем, что есть. Что у нас по слотам постройки? У нас есть, кстати говоря, неплохое количество слотов постройки. Давайте немножечко фабрики закажем. Потом, наверное, будем уже на военных заводах фокусироваться. Что у нас по фокусам есть? Есть фокусов у Новой Англии до хрена. Прям, прям очень. У нас там в самом правом углу будущее Новой Англии. Здесь вон конгресс по армии. Минитмены. Инфраструктура. Флот. Воздушные силы. Самый темный час Америки. Огромный фокус. И еще, боже, храни короля. Монархия в Новой Англии. Это, видимо, еще отдельные, короче, монархические фокусы. И тут еще фокусы. И тут еще фокусы. Мм? А, я понял, что мне надо лояльность нажать. Сейчас немножко поправим. И вот теперь-то мы выбрали нужную опцию там. И теперь, господи, как же тут много всего. Да, вот здесь вот. Но я думаю, нам не сильно интересно сюда идти, потому что здесь какие-то такие реальные опции. А мы-то знаем, что мы не совсем реальные опции хотим. Поэтому давайте как куда-нибудь... А что здесь у нас есть? Здесь тоже не сильно интересно. Ладно, давайте тогда возьмем этот фокус, там посмотрим. Новый генерал-губернатор. И мы верны к Короне. Домененовая Англия. Надолго ли? Хороший вопрос. Но не наступите на меня. Временное правительство. Приглашение в СССР. Давайте инвестируем, потому что там хорошие бафы должны дать. Да, вот они. Лак Нового Доминиона. Новая Англия. Блин, Южной Африкой. Ладно, ставить временное синее знамя. Вроде и на что не влияет, дают политку. Нас сразу же инвестируют. Беремся в фабрику. О, и губернатор наделит поднамочиями лоялистов. О, вот и забастовки. Да. Что ж, давайте-ка национальную гвардию, наверное. Присматриваясь за ирландцами. Здесь еще ирландцы что-то промышляют. И что там по забуставщикам? Последствия. Они не оставили нам выбора. В отношении главы возникли опасения. Так. Итак, гражданские штурмуют парламент. Деликатесы в Англии. Что-то непонятное. Среди надежды новой Англии. Может ли Лавкрафт спасти нас? Общество праведное станет правящей партией. Не будут проводиться выборы. Рот-Айленд станет столицей. Добавленная идея гражданской войны в Новой Англии. Добавится христианское сопротивление. И некоторые части станут демилитаризованными. А некоторые не национальными. В принципе, наверное, те же самые. Пошло, ребята, пошло. Так, самочастенный час Америки у нас все равно выполнится. Там уже стабильность дадут нормально. Да, плюс политика и плюс стабильность. Популярный автор. Вот какие у него перки. У нас разблокируются варианты божих ранее короля. Там анархисты говорят. Монархия в Новой Англии. Блин, ну, если монархия, ух, жесть тут описание. Ребята, если хотите, вы можете почитать. Я, пожалуй, не буду. Побег Фреда Трампа. Какой-то такой? Не знаю, он нам, наверное, не нужен? Да? Я не знаю, кто это. Давайте не будем писаться в непонятно что. Вот он, триумф, общество, провиденца. Плюс на салт-политка, плюс политка. И сейчас мы тут будем потихоньку всякие кнопочки интересные нажимать. Еще некоторые ивентики. Зачельный звонок клана Атамэн. Ага, и какой странный парень. Ой, можем вступить в исследование с Канадой. Мы все еще марионетка. Это удобно. Нам все еще какие-то бафы от этого приходят. Ну и дебафы. Так, еще один лорный ивентик. А давайте я вам расскажу, что тут происходит. Здесь пришел другой парень. Кстати говоря, тоже национал популизм. Николай Тесленко пришел к власти. Чуть-чуть по-другому пошло в Россию. Дальше здесь все еще Колчак. Здесь, к сожалению, нет такой забавного пути, как и здесь. Здесь получились классические пути в этой вселенной. В Японии Хирохита пока что жив. Итак, триумф есть. Надо разобраться, наверное, с Ира. Потому что здесь видите, по гражданской войне мы что-то будем исправлять. С другой стороны, вот тут тоже очень неплохие бафы. Как минимум 15. О, 025 точнее политки. Очень солидно. Да, давайте, наверное, это и сделаем первым. Хотя в этом моде, наверное, политка не сильно нужна. Здесь все-таки не так много чего есть. Вот мы сейчас мобилизуемся, да. Но дальше что нам? Можно свободную торговлю поставить. Вот это мы так или иначе заполним. Сюда мы тоже поставим что-то. Остальное нам, в принципе, пока и не нужно. Что давайте все-таки идти вот сюда. Решение по защите поджимаем. Потом там посмотрим, что дальше будет. Здесь есть 2 бафа на 200% атомных технологий. Это очень много. Я вам скажу. Нам бы как можно позже начать это самим исследовать, чтобы потом эти 2 бафа пошли как раз к вот в эти техи. И мы сможем достаточно быстро ядерки исследовать, я думаю. Как ирландские собаки сыграли свою карту. Не-не-не-не-не. Раздавить этих микробов раз и навсегда. Интеграция дорог с Канадой. А плюс стабильность, либо плюс стабильность. Левостороннее движение, либо правостороннее. Не, ну в смысле, какая левосторонняя, вы о чем? При времени здесь, кстати, черного стани тоже произошло. Да, здесь по жесткому вся война идет. Очень-очень активно, я бы сказал. Нам надо успеть реформироваться и подстроить армию. К моменту окончания, я надеюсь. Думаю, мы должны успеть. Здесь, кстати говоря, промышленность очень хорошая. У Канады должна быть. Другой вопрос в том, что военных золдов там особо не будет. Итак, это мы разблокировали решение. Давайте вот сюда мы не спешим. Нужно сюда пройти, сжечь все это. И потом мы сделаем новые боги и вперед это христианское сопротивление. Звучит любопытно. Так, нам, кстати говоря, нужно набрать себе винтовок. Что мы делаем правильно? Вот так. Берем армию и распускаем большую часть. И у нас появляются винтовки. Прекрасно. Там гражданская война в Испании началась. Ну а мы тут свою такую полу-гражданскую войну. Сейчас будем заканчивать потихоньку национализируя все территории. Культа прошлого уничтожена. Сжечь все это. Все регионы владения получат 2 урона инфраструктуре. А жесть. Это редактор Лавкрафта. Здесь он представляет 2 из каких тут парней есть. Которые могут за ним унаследовать потом все это. Наверное, это про них и говорят. И мы делаем новых богов. Уберем христианское сопротивление полностью. Тем временем починка займет примерно чуть больше чем полгода всей страны. Прикольно. Итак, мы все отстояли. Нам теперь нужно нажать вот эту кнопку. Нам нужно на нее 100 палитки. Ну, скоро-скоро наберем. Ну что ж, мы сделали новых богов. Давайте, что мы? Продолжим наши государства формировать уже в следующей серии. Мы уже пересели на нашу страну. Пересели на нашего правителя. Потихоньку избавились от гражданки. Избавились от христианского сопротивления. Мы готовы вводить все, что нам надо. И делать то государство, которое нам надо. И самое главное, тех богов, которые нам нужны. Ну, а с вами был ДАБГ. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Плайк, комментарий, твич, дискорд. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.